дорогие друзья рад приветствовать время 22 часа среда 13 апреля мы проводим на канале фейгин лайф второй эфир за сегодня день 49 ну как обычно с алексеем арестовичем алексей рады видеть взаимно я напоминаю что если вы еще не подписан на канал фейгин лайф нас смотрит почти 55 процентов без подписки все-таки подписывайтесь для того чтобы не пропустить эфиры подписывайтесь ставьте колокольчик вы точно не пропустим вам придут уведомления и соответственно по имени алексей арестович в описании к этому видео вы можете попасть по интерактивной ссылке на канал алексей арестовича и тоже подписаться там я призываю это делать потому что ну некоторые эфиры идут не только у нас но и у него на канале поэтому вы сможете смотрите там тоже алексей ну что тогда начнем до вернемся к медведчуку потому что за эти сутки что произошло в выступлении президента зеленского который сказал что в принципе готов этого товарища обменять москва либо гавкается в лице медведева до либо как-то невнятно так отказывается плюс тут понятно что мелкий вой его родственников но это понятно значит все таки его как мы понимаем все таки взяли в украине они там где-то за ее пределами мы правильно понимаем из того что сказал баканов что он пытался чуть ли не вплавь или как он там вот то ли в приднестровье как как он собирался туда военной форме и чем быть известно такое но мы же не будем опровергать слова главы избу это же глава избу как бы на могу сказать что взяли и взяли хорошо охранник сегодня вы дали показания его охранника он рассказал как они обманывали полицейских которые стали на дежурстве как они до возле и увезли его но там прозвучало другое когда медведчук с его слов звонил супруге марченко он говорил ты не волнуйся фсб уже все порешало сказал это записано фсб нас уже вывезет нас вывезет все будет хорошо да поскольку такие мероприятия не проходят без оперативно-технического обеспечения я думаю может мы услышим этот светлый голос еще какие-то в кои-то веки то есть это будет и аудиоподтверждение будет и нет следствия решим я мы все поняли но это вот существенно как-то потому что бедный несчастный ну то есть понятно знаем мы этого дятла значит как он там мучил мы столько про него знаем что но хорошо но а вот обмен как а какая какой вариант обмен ну обмен зашу ножишь правого держава то есть сначала из него получится к мы получим все показания сначала должен сообразно процессуальному кодексу потом там может пойти речь об обмене опять же неизвестный в обмен наста обменная стоимость если уже говорить так совсем по бытовому потому что по судя по тому как дружненько начали реагировать медведевы там володина и все остальные значит они стремятся быстро показать что там у ничего такого там и дочке нет он вообще гражданин украины почему мы его будем забирать и прочее прочее то что он гражданин россии еще параллельно я уверен на сто один процент а может быть еще десяти пяти государств до во вторых как бы но судя по тому что начали сбивать цену значит рассматривать серьезную ситуацию обмена потому что охранник говорил что он говорил супруги что все решается на высшем уровне фсб лично занимается все на контроле у путин 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 перри путина раз путин путин перри путина значит на цена цена все-таки есть и это цена велика вот и посмотрим на что удастся поменять если вообще удаст не но это это существенно 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 потому что многие переживают за судьбы и пленных украинских солдат и и что там в мариуполе и конечно это несмотря на то что конечно на себя сейчас может и меньше представляет чем раньше но это все равно ресурс он их кум из-за него наверное все таки действительно можно получить что-то цен такой момент как бы у них же пацанская психология такая в худшем смысле этого слова а раз обижают его кума значит кто ты такой после этого тут надо что-то сделать вынуть как минимум скетчей фокса фокса скетча да поэтому иначе куда да иначе кто ты есть после этого поэтому скорее всего так вот как-то будет все-таки будут менять просто они хотят сбить первыми делом и я так понимаю обменять как когда эта тема перестанет быть популярна вот но да надо надо сказать что часть 36 бригады морской пехоты попала в плен при попытке прорыва одни пошли прорыв там сторону но это не тысячу намного намного меньше вся эта тысяча человек это полная брехня как бы на полнейшее в несколько раз увеличенная но но попали часть пошла на соединение с азовом а часть пошла на прорыв в другое место потому что они были разведены между собой и принимали решение исходя из обстановки вот та которая пошла сама но не сама скажем так в другом в другом направлении попала под артиллерийский и авиационный удар потеряла много людей и в ходе боя попали в плен атак которая все-таки прорвалась к азову там они соединились записали только что прокопенко это командир азова и командир батальона этой бригады который руководил записали совместно обращение только оно было несколько эмоциональным но тем не менее сказали вот мы соединились готовы бороться дальше так с этим тоже разобрались но тогда вопрос все-таки относительно мариуполя но там есть резерв для обороны и временной и людской но они увели они увеличили этот резерв потому что представим себе там условно обороняется считаем 100 бойцов и к ним на помощь приходит 50 что происходит с этими там конечно совсем другие цифры но тем не к примеру что происходит с этим с этими местами во первых они могут увеличить периметр во вторых они могут организовать новые позиции в третьих они просто могут дежурить с большим перерывом то есть больше больше отдыхать кроме того есть на дополнительный наряд сил появляется на вылазки против противника на то чтобы зайти во фланг в тыл ударить там и так далее засаду сделать и прочее район обороны усилили и возможности по обороне усилили а это значит что 36 стая бригада те кто прорвался получил второй шанс назов получил очень серьезное подкрепление в целом оборона мариуполя окрепла для украины это сильный военный ход был очень сложный бригада шла двое суток готовила и проходила это этот маршрут потому что он шел через за оккупированная территория уже занятая противником это было очень непросто причем раненых вынесли сумели пронести даже и азов обеспечивал маршрут то есть там все сделано было красиво хорошо у нас 200000 уже смотрят у меня просьбу ко всем зрителям тем кто быстро присоединяется к нам вы пожалуйста все-таки ссылки на это эфиры размещать своих аккаунтов социальных сетях и группах помогите сделать так чтобы нас как можно больше людей на смотрят на фронтах на смотрят из окопов не пишут об этом так что это для нас тоже еще и способ какой-то поддержки я не знаю марк слышал ли ты и слышали наши уважаемые зрители но с флагманом черноморского флота крейсером москва но вот все пишут проект случилась какая-то неожиданность неприятно что сильно горит сейчас прямо сейчас на штормовое море неизвестно удастся ли ему оказать помощь соответствующим там 510 членов экипажа не можем понять не можем понять что произошло то ли два матроса покурила не в том месте то ли нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности в общем как-то не везет сейчас находится он в бассейне как белгороду не везло так москве не повезло в бассейне черного моря я хочу сказать что это тот корабль которого посылали нахер там прямо скажу на острове змеины да это именно он он стрелял по защитникам там флагман черноморского флота таким образом сработала старая военная пословица не знаю знаешь ли это как она звучит а звучит она так земля конечно круглая но имеет форму чемодана и на углу обязательно встречаются люди так вот гештальт закрылся таким логично посмотрим ну да да ну что посмотрим что будет дальше но в армии она просто оправдывается в армии особенно на войне время спрессованы и я всегда говорил своим подчиненным которые бежали обижались на больших начальников или на кого-то еще и говорю что ребята земля круглая но имеет форму чемодана обязательно наступит время когда их судьба или служебная карьера попадет в ваши руки и это будет быстрее чем вы думаете да и тогда тогда вы будете принимать решение не надо дуться нервничать зря и тогда всегда всегда поворачиваться рассчитываем что это работает не только в армии но и в отношении это же время давай ждем это уголка чемодана прям я вот не знаю что еще такого сделать чтобы быстрее быстрее но хорошо это очень хорошо тогда вопрос по харькову по харькову знать что происходит там потому что я знаю как всем надоело обсуждать харьков но так или иначе даже запад пишет о том что они действительно концентрируют силы на этом направлении собираются двигаться при том что одновременно сообщается о том что расстреляна какая-то колонна на понтонной переправе вот по изюмского направления правда не правда что здесь и как но трохи расстреляли колонну и севернее харькова расстреляли позавчера я уже не говорил там 40 машин побили написали конечно тысячу но это же все мы же понимаем 40 40 это очень-очень много это большое военное везение для нас и большое военное невезение ли и накрыли там действительно эту переправу один из понтонных мостов которые организовали для переброски войск через северо-северская северный донец значит дело в другом дело в том что по поводу харькова надо четко сказать никакого взятия харькова не будет не будет не будет люди спрашивают они говорят нам уезжать не уезжать тот харьков мы не знаем уезжать не уезжает решает каждый сам могу сказать что взятия не будет потому что нет на это силу но вот угрозы постоянные взять харьков в качестве элемента информационно-психологического воздействия будут постоянно и будут увеличиваться об увеличиваться они будут по одной причине чтобы мы не перебрасывали войска из под защиты харькова на изюмское направление не подрезали кишку который россия российская армия пытается быть будут обстрелы артиллерийские на это да харьков будет держать в полу осаде такой себе но взять нереально а уезжать не уезжает решает каждый сам я рекомендую в этом смысле слушать место местную военно-гажданскую администрацию и мэра города они решат да или нет что вам делать вы дадут свои рекомендации этого но и зона аос рекомендует выезжать как я зона вас рекомендуют понятно потому что там это место куда где работает авиация дальнобойная артиллерия ракетные комплексы это зон зона боев и конечно же зону между изюмом условно говоря и волновах она на этом направлении те кто может покинуть пусть покинет это разумное действие было смотрят люди оттуда они в общем прислушиваются надо сказать ну решайте действительно сами но если рекомендуют выезжать то действительно лучше не с этим лучше с этим лучше не шутить это не то не тот случай вот значит любопытнейшая сегодня министерство обороны вернее захарова сегодня спикер мид российского заявила любопытное сообщение она говорит что такие провокации как буча украинская сторона готовит в двух селах на сумщине двух городках мы типа знаем а на самом деле мы ничего не успели заявить и даже не успели как следует там проверить то есть они на упреждение признали что сделали там две две бучи еще и уже хотят раньше времени заявить о том что мы знаем что там украинцы готовятся разбросать трупы но как бы тут же все просто правоохранительные органы эксперты эксперты том числе международное все установят но ведь они начали на упреждение признавать эту историю ну это это такая тактика все равно начнут проверять его обнаружит и а вот заявление михаила подалека о том что мобильные крематории используются под мариуполем для того чтобы сжигать останки людей из гражданских имеется ввиду есть такое дело пытаются убирать тех же трупы тех жителей которых они особенно со следами пыток которых хватает на из своих военнослужащих то есть они по примеру бучи пытаются очищать и еще сегодня из херсонщины пришла новость о том что расстреляли семерых граждан ворвавшись дом очень потихоньку начинают срываться и там товарищи они так срывались но нет целенаправленно работали по бывшим атошникам бывшим сотрудникам правоохранительных органов я не ищут именно бывших атошников активизм задерживали бизнесменов отжимали машины там местное самоуправление мэра выбивали но тут вот уже просто 7 7 обычных людей пострадала может пострадал и больше но просто пока сведения дошли сюда то есть уже на херсонщине потихоньку начинается к сожалению вот посмотрим будет ли это эпизодом либо политикой которые они проводят но пока такие сведения еще две новости важны интересно значит наше главное управление разведки сообщает про успехи российской мобилизации даже специально зачитаю значит подразделение российской российских сил специальных операций которые имеют боевой опыт в сирии в полном составе отказались принимать участие в дальнейших попытках штурма мариуполя потому что в боях со 2 по 4 число до подразделения это понимаю ротная или батальонная тактическая группа скорее всего ротная потеряла 30 военнослужащих убить ну 30 процентов дальше настроения наступать понимаю их значит было скажем так отчет российского командования отвечающие за мобилизацию по поводу рекрутинга в армию рф в городе екатеринбург значит даже на разговор о том о возможности заключения контракта то есть первичный разговор без заключения еще согласилась меньше одного процента граждан которым обратились и которые прибывают запасе из 397 кандидатов только два дали согласия на собеседование отказали 52 не вышли на связь 203 работа по остальным старых 140 кандидатам ведется значит мобилизованы 7 еще 7 марта на майдаровской поликлинике в сторону луганска было отправлено два автобуса пас раненым военнослужащим российской федерации отмечалось что большинство из них бы им имели ранение ног и вывод врачей такой сама к самокалечения саму вечер для до самострелы чтобы не этот сам не выполнять обязанности это было еще 7 числа 7 марта месяц назад но тем не менее сейчас информация дошла но не дошла она раньше сейчас ее решили дать еще один крайне интересный сигнал в мелитополе с 20 марта по 12 апреля по вчера погибло 70 российских военнослужащих патрулирующих по ночам город преимущественная причина смерти ножевые и пулевые ранения это к вопросу о том что партия как как мне некоторые говорили партизанство невозможно на юге там не те условия но вот вам юг потихоньку убивает потихоньку убиваем ну как мы не убиваем на войне противника не убивают на войне уничтожают и уничтожают противник ну лучше мы об этом о чем будем говорить пусть знают те кто будут туда двигаться потом не говорит что мы не знали как так мы уже в оккупированный город пришли а тут оказывается еще и убивает поэтому тут решать им самим двигаться нет у меня тоже есть информация из того соединения люди сообщают мне из под направление харьков что действительно много отказов прежде всего причем из центральной россии люди не хотят русские скажем поэтому собственно и замещают элементом из бурятии то вы вот из тех мест вот азиатами потому что русские стали сильнее отказываться и причин тут можно много тут по этому поводу разглагольствовать но факт из факта еще одно мне сообщили из москвы мои друзья из муниципальных депутатов я всех знаю конечно и так далее что призыв идет очень хреновенько но москва особенный город вообще из москвы ехать куда-то воевать мягко говоря и срочники не хотят до москве вообще не для этого рождаются так считается в общем поэтому естественно там такой чудовищный недобор идет с 1 апреля начался и до июля что ловить очень сложно хер выловишь и так далее сил нет для ловли и так сказать пока идет очень очень плохо естественно фамилии не называю ну знаю какие районы и так далее так тогда пойдем дальше значит мы видим что какое движение пришло информация о поставках западом оружие то есть сейчас уже звучали и видеокадры мы видим что двигается через польшу какие составы и слова китая ну все что мы видим все одни и те же видят но как ты и структуешь твоя фраза следующая пока сам не увижу не поверю все это разглагольствами все это ни о чем но вот то что мы видим на видеокадрах из той публичной информации который возникает мы можем сказать да запад принял решение поставлять тяжелое вооружение да они будут в зоне боев там через две недели там или через три недели через какие-то недели будут трудно сказать через сколько они будут но мы можем сказать что но даже публично запад принял соответствующее решение полтора миллиарда евро ес еще 750 миллионов американцы совещание пентагоне относительно с производителями оружия относительно поставок оружия в украину соответствующее решение в британии там и так далее и так далее так далее то есть фаза войны сменилась в российском отношении это выразилось в речи путина вчера на космодроме восточное что цель операции будет доведены мы говорили об этом смене российского командования в на западе соответствующие решения произошли если псаки спикер госдепа говорит о том что мы можем дать оружие которое позволит украине поражать аэродромы на российской территории для того чтобы снять проблему авиации это означает что ну такие заявления такие заявления просто так не делаются это комплекса типа атаку химарс вот такие вот дальнобойные ну это такая у них есть млрс multi rocket launch system то что называется это типа урагана типа смерча ограда вот вот машина реактивную систему залп в огне она на базе бмп брэдли такой гусеничный но и и да не переделали из стреляющим пакетом ракет давно уже на западе переделали стрель стреляющие точно одной доме ракеты сколько вымирает нам отклонением 10 5 метров там зависимости от типа очень точно оружие чем мощную головку несет это то что мы пытались сделать или сделали с нашей ракеты ольха то есть это высокоточная ракета к смерчу которая летит далеко очень точно попадает вот об этом говорят американцы сами и заявляет она на таком уровне высоком официальном это очень сильно становится похожим на правду вопрос когда она придет это мы не можем сказать пока но во сколько можно из америки доставлять как по времени или она в европе на базе там где-нибудь трудно сказать какое решение примут тем более что они же заявляют что это будет не просто логистически но не постараются это обеспечить соответственно было заявление российского мида который сказать что да это за законные цели мы будем бить и так далее более того из новостей же там у нас финляндия и швеция до подают в нато и в июне должны будут планируют исполны планируется их прием отлично владимир владимирович обеспечивает безопасность родин вот и российская армия подогнала какие-то там искандары фельской границы подтверждена информация пентагон не подтверждает подгон этой тех по крайней мере мы могли могли информационную операцию запустить вполне могли не подогнать тем более что подогнать если все здесь я так понимаю что не хватает войны с украиной хочется еще финскую повторить добавок добавок конечно конечно не пойдут но так чисто понты поколотить это да ну так все понимаешь понты два фронта это невозможно как сказал мне один российский полковник генерального штаба когда я был лейтенантом он полковником и мы встретились британии в девяносто девятом году далекому сказал что алексей запомни российская армия это громадная фабрика по производству понтов прекрасно прекрасно так ну хорошо значит тогда что должно произойти чтобы мы сказать да оружие поехала лет будет тайный секрет мы должны увидеть его на поле боя поехала это же сигнал так сигнал такой сложный как бы да а вот на поле бою когда увидим да тогда скажем да поехал так тогда вопрос относительно уже европейцев но вот эта история со штанмайером которому якобы опять же я осторожно себя говорю отказали в визите в киев ему надо было реабилитироваться он действительно дружил в десну дулся с путином что был то был даже план штанмайера это получил и его имени название так сказать вроде как неофициально президент зеленского ну нет давайте со штольцем потому что но это как совсем уже ту матч выглядит правда неправда может быть это неправильно было сделано может все таки в такой острой ситуации ну ладно простить как понять простить обнять взять на ручки потетешкой там но лишь бы оружие дали что здесь что здесь и как сам штанмайер утверждает что таки да я не могу ничего утверждать потому что есть же штанмайер кто я против штанмайера чтобы это все упровергать поэтому я могу сказать однозначно что президент не принимает никаких решений и без тщательного анализа обстановки и последствий он еще много полтора года назад когда я с ним впервые познакомился на первом же совещании я увидел что на удивление на удивление он требует седану едва ли не научного анализа а по многим направлениям научного и экспертного причем он собирает людей у которых разные точки зрения и говорит спорте а я буду слушать и приму решение поэтому он вряд ли бы принял решение не учив все последние учить все последствия наверняка у него была информация от спецслужб какая-то еще почему-то самый информированный человек и всесторонний принимает решение для если такой отказ и был если для него нужны очень веские основания это бы просто так не прошло просто потому что у меня не было настроение он это это не дело эмоций что касается немцев я честно говоря не вижу там особой обиды на не приедет штанмайера я вижу что высокопособности да да он был сметений но министр иностранных дел по моему или еще кто-то или представитель правящей партии за и два твита опубликовали тот же день что принято решение передавать тяжелое вооружение украине мы спешим вас порадовать мы не оставляем украину все будет хорошо своим своим же к внутренней аудитории обратился не отразится но голосование произошло в тот же по моему в бундестаге или где нам надо уточнять у меня такой сегодня же разъездной день но по моему было голосование где большинство проголосовало за за передачу тяжелого оружия украине и и в каком-то там органе высшего военно-политического управления германии или общеевропейского надо точно было 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 да было а вопрос тогда о наших любимых переговорах дело в том что как и дальше ну я скептик относительно честно скажу я не раз говорил об этом не скрывая этого я считаю что путин будет разводить до предела до того момента пока что называется на горло не наступит пока не проиграет все вот тогда договориться поэтому я честно сказал для нас это все выглядит как но его развод попытка значит то ли перед западом махать то ли внутренней какой для этого нужно потребность чтобы выявить кто куда там развести тут кадыров тут песков тут то все в общем и говоря то что комментирует украинская делегация не совпадает с тем что говорят тот же песков или даже сам путин вот они там такие сики и они там отказаться от своего как вообще с этим обстоит дело и о чем вообще разговаривают они посредством онлайн это если уже переданы письменные в стамбуле были предложения украинской стороны и ждали ответы письменного же со стороны российской маркете предлагаю записать эфир с михаилом подальку не но михаил он запись в других местах нет ты нам своими и скажи а мое видение очень простое всегда есть что подточить какие-то там отдельные пункты там напильником доточить что-то там сделать и так далее так далее ну по цитирую мишу могу сказать что как бы переговоры перед переговоры тут сложно непросто и в отличие от украинской стороны российская сторона любит делать публичные вбросы о ходе и содержании переговоров пытаясь таким образом оказать давление на украинскую сторону чего мы не делаем мы не комментируем направо и налево поэтому как бы не пытаемся оказать давление на вот а в россии и разные структуры пытаются разные виды давления оказывать что весьма сомнительно с точки зрения великой державы на который претендует название которое претендует кремлевское руководство тем не менее ведут они себя как так это ну даже не знаю страны такой нет который можно было сравнить на что-то напоминает питерскую подворотнюю да это по-моему там понятие набор ценностей был покруче чем те которые демонстрируют сейчас российский мид тут же сам это другие официальные лица скажите так питерской подворотни от разводчиков они первые первые попали да я сказала потом подумал что наверно там комплекс понять это попал намного серьезнее чем то которое демонстрирует российское руководство сейчас поэтому не в обиду питерской подворотни ну конечно там я бы сказал что пацаны умирают стоя как тогда вот нас смотрит 311 тысяч человек мы 27 минут в эфире сколько у нас еще есть времени еще один вопрос один вопрос но у меня тем не менее просьба к зрителям пожалуйста подписывайтесь на канал фейгин лайф и подписаться на канал алексей арестович тоже ютюбе огромный канал это очень важно там выходит тоже очень существенные видео их надо тоже смотреть и все это вместе должен комбо восприниматься потому что тогда целостная картина органическая такая гармоничная возникает просто поверьте мне значит тогда последний вопрос все-таки я думаю что из всего что есть там сказал этот коношенко парируя что то что а мы значит ударим по киеву за то что значит там то да и это и 5 20 допускаешь ли ты что можно ожидать что какой-то провокации такого рода потому что киев как-то приходит в себя ну киев больше широко мы понимаем после всего что было то есть вот та часть которая пытается туда приезжают уже иностранные посольства возвращаются иностранные делегации вот сегодня была делегация значит сам джим дуды президентом латвии таскать лидерами эстонии да все четверо приехали ездили я так понимаю они все-таки не в бучу они поехали по-моему куда господин бородин бородин да точно они были броня я видел фотографию дуды он туда ездил все это видел своими глазами как что там творилось вот ты считаешь что это для чего делается это опять информационный понт или они могут врезать так сказать и ракет или чем душа не могут врезать я не сомневаюсь на секунды более того зная их характер я уверен что они врежут наследует как это в последний день перезаключение мирного соглашения это же кремлевские но они же сказали что будут бить по органам управления в которых принимается решение опасности подвергаются органы военного управления все силовые центральные аппараты силовых структур украины возможно верховный рада возможно камин возможно офис президента вот и так далее я прислушался далее так вот как это здесь но мы всегда к этому готовы пусть пусть летит посмотрим надо просто помнить что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется своя резьба как бы нам поэтому тут надо быть аккуратным в вопросе поднятия ставок потому что возможности по россии сразу хочу сказать у нас прекрасно и то что мы их пока не используем но это как бы в любая война она шумит степени эскалации хотите эскалировать искать давайте искать нам ну что же почти 320 тысяч нас смотрят это самая большая цифра из наших эфиров видимо она не последняя во-первых скажем алексею арестовичу спасибо огромное что он продолжает на протяжении вот уже сорок девятого дня выходить к нам в эфир и завтра 50-й день марк завтра 50-й день войны мы пишем с тобой дневник завтра будет хорошая передача чувствовать да поэтому круглые цифры поэтому завтра приходите обязательно уже 320 тысяч нас воды приходите обязательно завтра в это же время в 22 часа с алексеем арестович мы опять поговорим вот так сжато но мне кажется вполне насыщенно алексей спасибо огромное всем завтра дальше